Врачистая шесть, сброевая залпы, стя, гизи, хатенья медалёв на ветранских мундирах. Беларусь сегодня святкует День незалежности и 74-ю ходовину вызволения от фашистских захопников. У демонстрации, якая пройшла по советской улице Гомеля, удельничали около 20 тысяч человек. Простовники улады, духовенства, предприемства, навучальных установ, спортсмены и самые гоноровые удельники свята – ветераны. День незалежности и в отшима наших корреспондентов. В наступном сюжете. Это то, что сближает. На свято каждый идёт по особку, альбо с родными сябрами, коллегами. А потом десятки тысяч человек становятся одним целым, одной силой. Не поготь, напевно, некого покинуло дома. Але для многих принять уделу святкований Дня незалежности не только обовязок, але и особливый гонор. На свято пришли самые гоноровые гости – ветераны войны и працы. На жаль, час идеи таких людей становится усё меньше. Одни здобывали для нас мир, другие – драджали разбуранные грады и удыхали у их житё. Усё гэта треба берахчы. Уважаемые молодёжь, уважаемые ветераны, здоровья всем, радости, счастья, и чтобы этот праздник постоянно чтился в Беларуси и никогда не забывался. Одны из самых каштонных моментов свята – это добрые слова от ветеранов. Их успамины, их пожаданни. Мирное время, хорошо жить, учиться, быть счастливыми. Хорошее детство у нас. У нас детства не было. Нас бомбили, морили голодом, умирали с голодом. У меня были одни кости уже. Готова была к смерти. Каким чудом осталась жива и вот попала в Белоруссию. Вышла замуж и попала в Белоруссию. Родную, хорошую, работала здесь. День независимости – это радость для всех белорусов. Для меня особая радость. Потому что я воевал в Белоруссии, в боях участвовав в Белоруссии. Много моих друзей погибло по Дрогачевым в боях. Ну, особый праздник для меня, как для военного, особый праздник – День независимости Республики Белоруссии. 20 тысяч удельников демонстраций колонной рухались по улице Советской до площади прации. Там отбылся у расисты митинг и церемонию складания кветок и вянков до братской могилы советских воинов и подпольщиков. А потом небо над Гомелем пронизили сброевые залпы. После их з'явилась думка, что такие агуки, хай, раздаются у Белоруссии только у таких выпадках, як да не наповаги тым, хто больше не ходить по этой земле. Але дякую, чьим, паёй вольно ходить наши дети. 3 июля Первый Белорусский фронт освободил столицу нашей Родины – Минск. Поэтому это самый дорогой праздник для нашего народа. Наша страна получила самостоятельность, независимость. Живём мы, ничего не боясь, слава Богу. Я думаю, что с каждым годом мы будем жить лучше, лучше и лучше. А город наш каждым годом хорошеет, хорошеет и становится всё моложе, моложе не свои 800 с лишним лет. Здоровья всем, благополучия, счастья. Пусть всегда над вами будет мирное небо. Пусть никогда не увидите вы горя и слёз матерей, детей, отцов, бабушек, дедушек. Всего самого-самого наилучшего в вашей жизни. Побыч с кинотеатром Калинина – пляцовка, якая нагадывая об военных часах. Импровизация военных моментов, урывки с фильма «Уж дневни 44-го» и «Солдатская каша». Дорогие и такие тяжкие вспомины для ветеранов. И черговы напоминают тем, как важно заховать мир в будущем для молодых. В 96-м, 3-й липня, было объявлено Днём Незалежности. Это свято кожного из нас, особенно тех, где лучше кому мы живем, наших ветеранов. Поколь рухалась от шарха за «Солдатской кашей», мы погуторали с удельниками свято. Вельми приемно было отзначить, что праздного – это гости не только из инших городов, а и из суседних краин. И приехали святковать День Незалежности в Гомель специально. Гордость за нашу страну. Несмотря на такую погоду, мы пришли, но не успели, правда, на парад. Смотрели по телевизору. Ребенок захотел пойти кашу попробовать. Да. Стоим. Для нас это большой праздник. Вот с восьям мы приехали с Минска прямо на этот праздник. У нас воевали дедушки, бабушки. Пережили, как говорится, все трагедии с ними вместе. И каждый год отмечали этот праздник. Поэтому, да, у нас внук сегодня открывал парад военный. И для нас это вот у нас военнослужащая, сама служила всю жизнь, прошла армию. Поэтому для нас это праздник великий. И все праздники военные, связанные именно с военной годовщиной, это для нас большой праздник. И мы также приучаем детей, у нас дети всегда. И помню, в советские времена еще ходили по городу и дарили всем ветеранам цветы. Но сейчас мало уже осталось ветеранов. Так что, с праздником вас. Отличный праздник. Хорошо, что даже все-таки осталась какая-то история, что люди могут прикоснуться, что люди могут почувствовать. И как бы вот даже плохая погода, она не мешает все равно торжествию, когда солдаты стреляют. И нам же так приятно, как бы, вот этот кусочек, ощутить, как бы, той историей, чтобы она не уходила в тот век, как говорится. Я надеюсь, что всегда все дети будут ходить и помнить. Это же приятно. Смотрите, какая очередь стоит. За солдатской кашей, за чаем. Уже ж приятно. Уже ж люди согреются хоть как-то. Мы очень хорошо все-таки, что в нашей стране мы ходим на парады и на День независимости, на 9 мая, на 1 мая, как бы. Это все-таки людей как бы вместе, вот, как говорится, совмещают, да. Все-таки они улыбаются, дружески. Очень приятно, чтобы всегда так было. Я приехала к вам с Украины, с города Киева, именно на этот праздник, чтобы увидеть вот эти ценности, которые сохраняются в вашей стране. Эту историю, чтобы подышать, побыть в этой обстановке, увидеть то, что дорого сердцу каждому. Я благодарна вам, Республике Беларусь, моей родине, потому что я отсюда родом. То, что вы сохраняете, цените и воспитываете это в поколении, вот, в молодых людях. Я приехала из города Житковичи. Мне очень нравится в Гомеле. Здесь всегда проходят праздники, очень красиво, торжественно. И я тоже служила в армии. Поэтому, можно сказать, сегодня и радостно, и в то же время и слезы на голосах. Мы приехали из Санкт-Петербурга, из России. Очень рады, что попали на этот замечательный праздник. Поздравляем нашу любимую Беларусь. Желаем ей процветать, квитнеть и всего самого хорошего. Мы очень любим Беларусь и всегда очень рады сюда приезжать. С праздником поздравляю. Квитней, Беларусь! С праздником! На суседней улице Ланге выстава бренда у Гомеля. Экспозиция с логотипами предприемств, по яких наш город знакомитый за мяжей. У их лику Спартак, Каментерн, Крыстал, Мелковита и иншая. Тут же ладился тетрализованный концерт. Особливостью Дня незалежности стал и инклюзивный забег «Разом мы можем усе». Люди с обмежеванными махчимостями зарабили свое святочное шестье. Означать День незалежности гомельчане и гости нашего пригодчего города будут на протягу сего вечера. Протягуются концерты, фестиваль в уличной культуры, працуют выставы, детячие городки, аттракционы, интерактивные зоны, арт-пикник и город-майстру. Марина Джала, Евгін Макинка, телерадо и компания Гомель.